Why always me? Почему снова я? Трудный ребенок Марио Балателли вернулся в Англию и уже на первой тренировке Ливерпуля вдоволь повеселился. Однако главный тренер Мерсисайдсов Брэндон Роджерс заявил, что Ливерпуль это не Балателли шоу, и он постарается усмирить форварда. Хех, несчастный. Да так думал каждый тренер, который работал с Марио. Только ни у кого не получилось. Почему? Сейчас поймете. Это топ-10 безумных высказываний самого скандального футболиста современности. Десятое место и цитаты Балателли о собственной значимости. Супер Марио очень себя любит. Например, после Евро 2012 он даже заказал у известного скульптора собственную статую в знаменитой позе после гола немца. В мире есть только один игрок, который немного лучше меня. Это Месси. Все остальные позади. Однажды я подошел к Криштиану Роналду и сказал, а я лучше тебя играю в футбол. Девятая позиция на матч сборной Италии против Фарерских островов Марио остался в запасе и, чтобы не скучать, взял с собой на скамейку айпад, заявив, что игры в нем интереснее матча с фарерами. Эй, Марио, ты еще поединка Мордовия-Амкар не видел? Почему я не праздную голы? Потому что футбол моя работа. Почтальон же не хлопает в ладоши и не скачет после каждого разнесенного письма. Восьмая строчка. Едва перейдя в Манчестер-Сити, Болотелли перевез в Британию свою новенькую Audi R8 стоимостью 120 тысяч евро, а через неделю ее разбил. Приехавшие на место происшествия полицейские обыскали футболиста и нашли в заднем кармане 5000 фунтов. Они поинтересовались, почему я ношу такие деньги в джинсах? Я ответил, потому что я богат. Седьмая позиция. Марио не пришел на запланированную встречу с первым в истории Италии чернокожим министром, чтобы обсудить проблемы расизма в стране. Говоря с журналистами о причине срыва встречи, Марио заявил, Я проспал, но я отправил ей смс-ку, что не приду. Шестое место. Марио опровергает слухи о переходе в Барселону, напоминая о любви каталонцев симулировать. Переход в Барселону? Я не играю с девочками. Пятая позиция. После разгромного поражения Реала от Баруси в полуфинале Лиги Чемпионов, Болотелли посмеялся над сливочными и пообещал. Если Реал сможет обыграть Барусию и выйти в финал, я позволю своей девушке переспать со всеми игроками мадридцев. Реал в финал не вышел, но на Марио девушка все равно обиделась и даже бросила. Правда, очень скоро одумалась и помирилась. Место номер 4. Так или иначе, игрок конфликтовал со всеми тренерами, с которыми работал. А с Роберто Манчини и вовсе однажды подрался на тренировке. Манчини говорит, что иногда ему хочется ударить меня. Ха, он не сможет, я занимаюсь тайским боксом. Третья позиция. Когда будущий Супер Марио еще жил с мамой, она послала его в магазин купить бытовые приборы первой необходимости, вроде гладильной доски или утюга, и дала банковскую карту. Через несколько часов футболист вернулся, но не с утюгом, а с батутом, квадроциклом, железной дорогой на радиоуправлении и столом для настольного тенниса. В эту историю многие долго не верили, пока сам Марио не рассказал о ней в интервью. Это неправда. Стола для настольного тенниса среди покупок не было. Серебро рейтинга. Однажды Болотелли бросал из окна второго этажа клубной базы дротики для дартса. Настоящие, с остальными наконечниками. В игроков молодежного состава Манчестер Сити. Почему я бросил дротики в игроков молодежного состава? Мне было скучно. И победитель нашего чарта. Накануне Манчестерского дерби Марио с друзьями решили развлечься интересным образом. Запускать фейерверки через открытое окно в ванной комнаты. В итоге случилось возгорание, с которым смогла справиться только вызванная бригада пожарных. Я сжег свой дом. Во-первых, эту петарду зажег не я, а во-вторых, сгорела только ванная и занавеска. Ну и бонус нашего топа. Универсальные оправдания Болотелли. Сотворили какую-нибудь чушь? Сделайте вид, что вас просто никто не понимает. Я неплохой парень. Я просто застенчивый. Да чего же много глупых людей вокруг. Все, кто меня не знает лично, думают, что я идиот. Можете любить Марио, можете ненавидеть, но ведь признайтесь, черт возьми, с ним весело. Удачи в стане красных. Понравился топ? Прямо сейчас подписывайтесь, иначе Марио в окно вашей комнаты ночью запустит фейерверк. Рейтинг самых крутых трансферов в истории футбола можете увидеть вот тут. Ну а топ самых гениальных сделок Адриана Галиани здесь. В Болотеле, кстати, там тоже есть. Александр Журавлев, до встречи, пока.